Еще одна маска, о которой хочется рассказать, это вот такая вот маска от Dr. Grandel. Это немецкая марка, вы знаете, что я люблю определенные продукты данной марки, пользуюсь ими с удовольствием, возвращаюсь опять и опять. Эту маску я покупаю уже не в первый раз, это увлажняющая маска из линейки Гидроактив, и это как раз экспресс маска. Как вы видите, вот здесь вот она уже у меня почти заканчивается, объем здесь у нас 75 мл, данную маску использую достаточно часто и достаточно активно, причем использую ее периодически как экспресс маску. Экспресс маска это нанесение на 3 минуты и соответственно как более глубоко увлажняющую маску, как стандартную маску, наношу ее на свое лицо на 10-15 минут, оставляю впитываться, оставляю работать активно, наполнять мою кожу влагой. Одним из компонентов данной маски является низкомолекулярная гиалуроновая кислота, соответственно она прекрасно удерживает влагу в моей коже и кожа после применения данной маски действительно более увлажненная и этот эффект достаточно долго держится. Я могу сказать, что я как правило подобную масочку делаю перед каким-то длительным авиаперелетом и как правило после авиаперелета, либо когда я попадаю в какой-то регион, где достаточно жесткая вода, которая начинает очень активно сушить мою кожу. Если я понимаю, что моей коже явно не хватает увлажнения, я как раз прибегаю к помощи вот этой увлажняющей маски от доктора Грандель и она меня очень-очень неплохо выручает и восполняет нехватку влаги в моей коже и я опять становлюсь довольна состоянием своей кожи. Собственно увлажненная кожа это один из залогов ее здоровья. Хочу призывать вас не забывать увлажнять вашу кожу. Достаточно частое заблуждение, что обладателям жирной и комбинированной кожи кожу увлажнять не нужно. Так вот, это ошибка, потому что именно обладателям жирной и комбинированной кожи увлажнять кожу нужно, нужно регулярно и нужно тщательно. Потому что если вы будете вашу кожу пересушивать, используя достаточно большое количество спиртосодержащих препаратов, различных лосьонов, кремов и масочек, то ваша кожа сначала будет подсушена и потом ваша кожа в качестве защиты начнет вырабатывать еще больше кожного сала, еще больше себума. И борясь с излишней жирностью вашей кожи, вы подобным образом и подобными действиями вызовете лишь еще более активную жирность вашей кожи. Поэтому, пожалуйста, не забывайте увлажнять вашу кожу. Для этого можно использовать подобную масочку от марки Dr. Grandel. Можно использовать любую другую маску увлажняющую. Их на рынке достаточно много. Еще одна хитрость при использовании увлажняющих масок это регулярность. Подобные маски желательно использовать раз в три в четыре дня. В принципе, на регулярной основе. Чем более регулярно будете вы использовать подобные маски, тем лучше будет выглядеть ваша кожа. Еще одна маска. Маска любимчик. Такая маска антистресса и антиплохое настроение. Это вот такая вот бодренькая, оранжевенькая маска от марки PAYOT. Она называется My PAYOT Sleeping Pack. Впервые об этой маске я узнала на Krygen Beauty Day. Тогда я получила два маленьких тестера подобной маски в подарок. Осталась ими очень и очень довольна. И это такое вот суперсредство, на мой взгляд, для уставшей кожи. Она действительно работает. Я, в принципе, сначала, честно говоря, к этой маске отнеслась достаточно скептически. Потому что, в принципе, продукты PAYOT я не пробовала. Ну, и к марке, честно говоря, тоже отношусь несколько предвзято. А вот эта вот маска меня по-настоящему в себя влюбила. Она наносится на все лицо. Желательно ее оставить на ночь. И с утра вы увидите, что маска действительно работает. В принципе, вы даже после нанесения сразу понимаете, что маска работает. Потому что цвет вашего лица, он улучшается тут же. То есть, вот всем обладателям такого серого, землистого цвета лица, которой, собственно, мы большинство являемся обладателями именно подобного цвета лица после зимы. Вот подобная маска, она просто прописана. Это такой вот витаминный коктейль. Такая вот энергичная апельсинка для вашей кожи, которая заряжает ее энергией, улучшает цвет лица, улучшает состояние кожи, делает кожу более увлажненной, упругой. И я периодически данную маску использую. Особенно использую в поездках. Вот, как правило, после перелетов, после каких-то недосыпов, после каких-то вечеринок, когда я очень поздно легла спать. Вот для того, чтобы мне с утра проснуться отдохнувшей, свежей и бодрой, ну, или во всяком случае выглядеть отдохнувшей, свежей и бодрой, я пробегаю к вот этой вот волшебной маске от марки Поет. И она меня очень-очень выручает. Опять же, повторюсь, в принципе, изначально производитель рекомендует наносить маску на все лицо и оставлять на ночь. Вот, собственно, я стараюсь так и делать. Маска немножечко жирненькая, но она достаточно быстро впитывается. И, в принципе, потом... Не могу сказать, что она как-то сильно пачкает постельное белье, либо вашу одежду. Вы совершенно спокойно спите с данной масочкой на лице, а с утра, как обычно, умываетесь, проводите ваш утренний ритуал по очищению, там, тонизированию и увлажнению вашего лица. Вот, объем подобной масочки 50 миллилитров, несколько меньше, чем вот у нас были предыдущие маски. Но тоже могу сказать, что подобного объема вам хватит очень-очень надолго, и вы действительно останетесь довольны данной маской, полагаю, что влюбитесь в нее так же, как влюбила с нее я. И последние маски, о которых бы мне сегодня хотелось рассказать, это вот такие вот две разные маски от японской марки SK2. Вот это вот у нас Facial Treatment Mask. Она вот в такой вот бумажной упаковочке, которая, соответственно, открывается. Здесь инструкция на японском, и вот она, там пакетик с маской, тканевой маской для лица. А вот это вот у нас Skin Signature 3D Redefining Mask. Она состоит вот из таких вот двух частей. Это тоже тканевая маска. Вот здесь вот, собственно, вы можете посмотреть. Соответственно, она состоит из двух полумасок. Одна для верхней части лица, для зоны лба и для зоны носа и подглазного пространства. И вторая для зоны щек, для зоны губ и для зоны подбородка и для зоны шеи. Соответственно, в принципе, это не две разные маски. Это одна маска, просто состоящая из двух частей. То есть, для единовременного нанесения, для одного использования данной маски, вам, собственно, вот обе части нужны. Верхняя идет на верхнюю часть лица, нижняя идет на нижнюю часть лица. Обе маски, как я уже сказала, тканевые, пропитанные специальным составом с активными ингредиентами. Обе маски желательно нанести, ну, минимум минут на 15. А вообще, в идеале, конечно, просто лечь, расслабиться, закрыть глаза, положить данную маску на ваше лицо, прижать ее аккуратно пальчиками и на полчаса, минут на 40 задремать, для того, чтобы данная маска наиболее эффективно отработала на вашем лице. Тканевые маски от марки SK2 по праву считаются одними из лучших в мире, одними из самых эффективных, профессиональных масок. Японцы вообще большие-большие молодцы в том, что касается ухода за кожей лица. Для них сохранение молодости является, в принципе, одним из основных задач женщины. И от многих-от многих мировых звезд, мировых бьюти-блогеров, мировых стилистов и визажистов, я слышала хвалебные отзывы об этих масках. И, конечно же, когда я оказалась дьюти-фри, я не смогла пройти мимо. Купила комплект одних масок и комплект других, используя их периодически по каким-то особым случаям. Очень довольна результатом, потому что маски бесспорно эффективные, маски очень-очень приятные. И, как я уже сказала, я стараюсь носить их как минимум на 30-40 минут, потому что данные маски не дешевые. И уже раз вы заплатили, раз вы купили и открыли, собственно, данную маску, хочется уже, конечно, чтобы она по максимуму отработала на вашем лице. А для этого ее нужно нанести на количество времени, там, от 30 до 40 минут, можно даже час. И дать этой маске сотворить чудо с вашей кожей. Вот, говоря про питательные маски, вспомнила, что не рассказала вам о еще одной своей любимой маске, без которой данное видео, на мой взгляд, было бы неполным. Это вот такая вот маска от марки Доктор Хаушка. Те, кто следят за моим блогом и смотрят меня в Инстаграме, знают, как я люблю данную маску. Я пою ей дифирамбы. Это Revitalizing Mask от марки Доктор Хаушка. В Доктор Хаушка есть 5 различных масок. Так вот, вот это является моим абсолютным любимцем. Я, как только у меня заканчивается тюбик, бегу в магазин и покупаю очередную тубу. Туба в объеме 30 мл, поэтому заканчивается она у меня достаточно часто. Ни одна неделя не проходит у меня без использования данной маски. Она, несмотря на то, что она называется Revitalizing, то есть питательная, восстанавливающая, она действительно восстанавливает, но также она неплохо балансирует. Она очень классно работает на моей комбинированной коже. Она настолько мягкая, что ее можно наносить и на зону век, и на зону губ. То есть, вот это вот та маска, которую я, в принципе, наношу на все лицо, на зону шеи, на зону декольте. Наношу ее достаточно обильно, не экономлю, оставляю минут на 15-20. И излишки маски, которые, если вдруг не впитались, то я аккуратненько убираю влажной салфеточкой или там ватным диском смоченным в теплой водичке. Кожа после этой маски действительно преображается. Кожа балансируется, если она была немножечко разбалансирована. Как я уже сказала, я использую данную маску каждую неделю обязательно, когда мне хочется свою кожу немножечко побаловать, немножечко подпитать, восстановить. Вот эта вот волшебная маска от марки Доктор Хаушка. Обратите на нее внимание. Правда, очень и очень рекомендую. Потрясающая маска. Давно-давно мне ее порекомендовали. Я ее попробовала и, правда, вот влюбилась в нее по-настоящему. Очень люблю, постоянно пользуюсь и буду-буду пользоваться. Ни на что ее не применяю, потому что, правда, отличная маска, которая подойдет, мне кажется, для всех типов кожи и будет отлично-отлично работать. Итак, я извиняюсь за такой немножечко сумбурный рассказ. Я постаралась вам достаточно продробно рассказать про свои любимые маски для кожи лица. Я призываю вас не умолять достоинств такого вида ухода за кожей лица, как маски. Маски в нашем ритуале ухода за кожей лица – это один из обязательных элементов. Маска желательно делать раз в два-три дня. Разные я, как правило, за неделю делаю две-три различные маски, чередуя их в зависимости от потребностей и состояния моей кожи. Как я уже сказала, я периодически использую принцип мультимаскинга, когда я наношу на разные зоны своего лица разные маски в зависимости от потребности моей кожи в данных зонах. В принципе, какое-то огромное количество масок, я считаю, не нужно. Существует несколько основных масок. Это увлажняющая маска, она универсальна для обладателей всех типов кожи. Это себорегулирующая маска на основе глины. Она актуальна для обладательниц жирной и комбинированной кожи лица, либо кожи, склонной к окне. Это, безусловно, эксполирующая маска. Эксполирующая маска актуальна для всех в возрастной категории 25-27+, потому что нашей коже в этом возрасте уже нужно помогать для того, чтобы она обновлялась. Это, безусловно, лифтинговая маска. Лифтинговая маска, она такая вот больше категории антиэйдж. Я пока непосредственно лифтинговые маски не использую. Я использую другие маски, как я уже сказала. Это питательная маска. Я надеюсь, что данная информация была для вас хотя бы немножко полезной. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх. Если у вас появились какие-то вопросы ко мне, смело их задавайте. Я с удовольствием отвечу на все-все-все вопросы. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Впереди у нас еще будет очень-очень много видео. Видео на различные темы и по уходу за волосами, и по уходу за телом, и про мой макияж. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, со мной. И до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока-пока.